Чувашские аграрии могут завоевать более 60 медалей на Всероссийском форуме в Москве. Итоги отраслевых конкурсов подведут уже в эти выходные. Традиционная выставка «Золотая осень» продолжает демонстрировать успехи сельскохозяйственной сферы. С места событий репортаж Дмитрия Ковалева. Сыры ручной работы из Ярославля, камчатская нерка, чувашские деликатесы из мяса. Для поклонников гастрономического туризма на этой выставке раздолье и рай. К своей экспозиции ВДНХ развернули свыше полутора тысяч предприятий. Здесь и экологически чистая продукция, и современная техника для села. Из Чувашии в Москву приехали более 25 товаропроизводителей. У нас здесь сегодня участвуют ведущие перерабатывающие предприятия Чувашской республики. И кондитерка представлены, и мясная, и молочная отрасль, и фермеры представлены. Также в рамках выставки будут проведены встречи с руководителями ведущих департаментов по развитию отрасли. Агропромышленный комплекс Чувашской республики – один из самых перспективных, с новыми точками роста. Это, вы знаете, новые поручения, да, это импортозамещение хмеля, это развитие семеноводства овощных культур, расширение практического применения знаний. К своему профессиональному празднику аграрии страны подходят с внушительными итогами. В России в этом году будет намолочено порядка 130 миллионов тонн зерна. Рекордные цифры. Что исключительно важно, увеличилась урожайность с гектара. В целом и больше мяса, и мясных продуктов. Развивается пищевая промышленность. Ожидаем, что в этом году ее рост составит почти 3,5%. Опираясь на эти показатели, отмечает Дмитрий Медведев, строится и система государственной поддержки. В этом году сельхозтоваропроизводителям было выделено более 240 миллиардов. И в следующем году мы будем стараться, чтобы уровень поддержки не просто сохранился, но и был увеличен. Такие параметры в государственный бюджет уже заложены. Продовольственная безопасность обеспечена, но необходимо двигаться вперед. В Минсельхозе страны задали ориентиры. Продолжит развиваться селекционная сфера и подниматься уровень качества производимой продукции. Будут увеличены и объемы экспорта. Мы говорим о том, что нам нужна новая инфраструктура продавать не только на Запад и условно, но и в Азии, но и на Восток. У нас практически нет препортового инфратора. Нужно создавать новую мощность, чтобы примерно 20-30 миллионов тонн в течение 10 лет уже научиться отгружать, естественно, имея современные, новые технологии. Официальная программа выставки насыщенная. Конференции, круглые столы, деловые переговоры. На полях агрофорума Чувашская сторона подпишет соглашение о поставках на льготных условиях зерноуборочных комбайнов. Расширить границы партнерства с регионом намеренные члены ассоциации «Теплицы России». Агрофирма «Альдельска» вошла одним из акционеров в новый торговый дом под названием «Объединенные тепличные комбинаты России». Вот такой новый торговый дом, который будет именно помогать по хорошей цене реализовывать продукцию по всей большой нашей стране. Совместные проекты с республикой в агросекторе намерены реализовать и другие регионы. Хотелось бы, чтобы, может быть, мы обменивались племенным фондом, но пока что этот рынок очень свободный, и поэтому мы находим там в нишах, ну скажем так, их много, и они не заполняют весь рынок. В этом большая перспектива, это на будущее. Выставка «Золотая осень» будет работать еще два дня. Лучшим предприятиям вручат медали. У аграриев в республике есть шанс собрать большой урожай наград. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Из Москвы.